Всем привет, мы начинаем. Меня зовут… Так, я стараюсь не закрывать свою фотографию. Я могу закрыть свою фотографию, никто от этого не расстроится. Меня зовут Евгений Кротовец. Шесть лет назад я покинул эти стены, закончил ВМК МГУ, кафедру СП. Кстати, кто ВМКшники, ребят? Руки поднимите. А что так мало ВМКшников? Где все ВМКшники? Окей, а кто все остальные? Просто с места скажите. Ты откуда? Филологи, отлично. Кто еще, ребят? Шилуни, ребят. Кто? Шилуни, ребят. Прикольно. Мы программисты. Тоже программисты, отлично. Ну, в общем, все заинтересованы как бы в программинской карьере, да? Окей. Значит, ну, после окончания университета в течение пяти лет занимался разработкой. Потом под конец своей карьеры руководил командой разработчиков. Сейчас работаю в школе программирования, Geekbrains — это проект Mail.ru Group. Смотрите, что будем сегодня с вами обсуждать? Первое. Будем говорить про специальности в IT, потому что, на самом деле, я когда учился на ВМК, я, если честно, думал, что, ну, как бы, если я учусь на ВМК, я учусь на программиста, значит, ну, как бы костяк в IT проектах — это программист. Ну, то есть, как бы там вроде как никого и нету. То есть, есть задача, человек пришел, он и сделал. Но буквально где-то через 3-4 года работы программиста у меня был такой небольшой творческий кризис. Я подумал, что, ну, наверное, мне было бы интересно что-то еще попробовать, вот не только писать код. Я начал изучать эту сферу деятельности, обнаружил, что там дофига разных специальностей. Если бы я узнал раньше о том, что они существуют, очень возможно, что мой, в принципе, путь строился бы по-другому. То есть, возможно, я бы не начал там программистом, я бы пошел с какого-то другого конца. Сегодня обо всем это будем говорить. Откуда лучше стартовать, ну, вернее, откуда можно стартовать, где вы можете оказаться, какие есть варианты вот вашего карьерного роста. Просто для того, чтобы вы не там в какой-то сфере не углублялись в течение 4 лет, потом поняли, что она вам не очень интересна, и что вам нужно начинать там с окладом в два раза меньше, где-то, ну, в точке старта уже другой, с осенней. В принципе, есть области, между которыми достаточно легко перепрыгивать, но тоже об этом поговорим, тоже имеет смысл знать. Соответственно, да, карьерная лестница. После этого сосредоточусь на, ну, как бы, на примере поиска работы именно программистом. Кто рассматривает себя именно как программист в будущем? Руки поднимите. Я уже не рассматриваю, много людей. Ну, в общем, как бы на примере вот этой специальности будем рассматривать, как себя вести с точки зрения подготовки резюме, с точки зрения, там, прохождения собеседований. То вот все вот эти аспекты. Я просто не только человек, который устраивался на работу там несколько раз. Я в том числе человек, который набирался в команду программистов, поэтому как бы, ну, немножко с другой стороны видел, что происходит. Вот. И что мне как работодателю интересно в людях, которые приходят на собеседование. Ну, немножко прям пару слов, предсказательный срок. Под конец чуть-чуть проговорим про фриланс. Я как бы не фрилансер, но в этой теме могу вам немножко поделиться. Начнем с первой темы – карьера и в IT-специальности. Вот, если честно, когда я учился на программе, я повторюсь, я думаю, что программист – это человек, который делает все. Он царь и бог над проектом, он как бы в его власти творит что угодно. Он получает задачу, он на выходе сотворяет землю, какие-то космические штуки. Но оказалось не совсем так. То есть здесь я перечислил такой краткий перечень специальностей. Это те люди, которые участвуют там в большинстве IT-проектах. Если это крупный проект, то там будут все эти люди. И этот список будет там, скорее всего, в полтора-два раза длиннее. Если это маленький проект, то, скорее всего, именно с точки зрения людей там может оказаться меньше человек, но они просто будут совмещать все эти роли. Соответственно, если вы устраиваетесь в крупную компанию, то вы можете выбрать что-то из вот этого перечня. Давайте разберемся, кто все эти люди на самом деле. Будем не просто так вот абстрактно рассуждать. Я хочу рассказать, как в принципе в нормальных компаниях строится процесс разработки. То есть мы начнем просто на примере вот как бы работы компании, которая разрабатывает на заказ, рассматривать полный цикл от начала проекта до его окончания. Мы рассмотрим как пример заказная разработка. То есть много компаний, они либо у них есть какой-то там свой продукт, который они кастомизируют для своих пользователей, либо есть в принципе клиенты, которым интересно, чтобы для них разработали на заказ под их требования какой-то программный продукт. Мы вот рассмотрим на примере такой компании, под конец поговорим немножко про другие компании, которые по другой модели работают, какие там есть люди. Как ни странно, для меня это было удивлением. Первым этапом такой работы — это продажа. То есть даже если у вас есть какой-то там свой уже продукт, сначала вы должны… А, вернее даже так. Даже если вы разрабатываете свой собственный продукт, то есть не на заказ, первый этап — это все равно продажа. Вы должны понять, что кто-то вам будет готов заплатить деньги за ту продукцию, которую вы будете делать. Соответственно, если это и работа на заказ, если там вы какой-нибудь системный интегратор, то есть такой специальный человек, менеджер по продажам, который занимается тем, что висит там целый день на телефоне, обзванивает кучу клиентов, говорит, что знаете, мы классные, мы умеем разрабатывать такой софт, такой софт. У нас уже есть такие продукты, мы можем подкрутить их под ваши требования. Ну и где-то там к сотому звонку находится человек, которому это нужно. Вот. И менеджер по продажам назначает с ним какой-то… Ну вернее, с менеджером по продажам назначает с ним какую-то встречу. То есть там происходят некоторые договоренности о том, что… Ну, первичные буквально договоренности. Менеджер по продажам — человек такой, который должен ориентироваться, ну, в целом в возможностях компании, что она в состоянии делать, какие заказы она сможет себе взять, какие заказы не сможет взять. То есть вот это такая специальность, где нужно много разговаривать с одной стороны. С другой стороны, здесь очень часто… Ну вот в тех компаниях, где я работал, было там сразу два человека с физфака, которые работали по сути менеджером по продажам. Это не значит… Не надо так грустно смотреть. Это не значит, что это какая-то отстоянная низкооплачиваемая работа. Нет. Это человек, который приносит компанию деньги. Это круто, это прибыльно. Там есть свой большой карьерный рост. Это не продавцы в ларьке с мандаринами. Это совершенно другая тема. Если я не ошибаюсь, они получают, по-моему, побольше, чем у обычных. Ну, зависит от… Как бы у разработчиков там оклад он от 30 до 200, например. Менеджер по продажам он попадает в вот эту как бы категорию, но обычно там будет, ну, опять же, зависимость от проекта. Может быть там 50, может быть 80, может быть 100. Ну, вот, наверное, где-то так. Вот. Если честно, не исследовал конкретные цифры, но порядок такой. Соответственно, окей. Менеджер по продажам нашел клиента. Он с ней немножко обсуждает, как бы в целом там способны ли наша компания удовлетворить его требованиям или нет. Собирает какие-то примерные требования о продукте. И после этого назначается… Ну, если там все окейно, да, более-менее, что если наша компания в состоянии сделать то, что им требуется, назначается так называемый руководитель проекта, который будет отвечать за вот эту заказную разработку. Он же project manager. Его, ну, как бы основная, единственная задача, звучит коротко, он делает так, чтобы проект выполнился успешно. Теперь вопрос в зал. Как вы понимаете, что проект выполнен успешно? Сроки качества. Сроки качества. Работает. Какие критерии? Он продан. Отвечает требованиям. Что еще? Продан. Продан. Ну, продан. Продажа была сначала. То есть они уже подписали контракт какой-то. Ну, вернее, пока контракт мы еще не подписали, пока у нас предварительно идут какие-то обсуждения. Но мы сначала подпишем контракт, нам пообещают заплатить деньги, только после этого мы будем работать. Мы будем работать. Клиент удовлетворен. Да, заказчик доволен. Друзья мои, в принципе, вот критерии, которые вы озвучивали, вот кроме последнего, это все составляющие того, в каком случае заказчик, скорее всего, будет доволен. Но это далеко не всегда так. Например, мы можем сорвать сроки, но мы при этом там за два месяца позвоним заказчику, вернее, вот этот человек, руководитель проекта, позвонит заказчику и скажет, ты знаешь, как бы мы можем сделать в срок, в принципе, но это будет не то, что тебе на самом деле нужно. А тебе нужны вот эти вот такие-такие-такие фичи. Мы как бы в процессе разработки поняли, что нужно немножко подольше, но там качественно не в каких-то местах, тогда все будет хорошо. Заказчик скажет, ну, как бы в какой ситуации он скажет, окей, отлично, меня это устраивает. То есть тут бывают разные варианты, когда он будет доволен. Например, он может в каких-то случаях, наоборот, там доплатить за какие-то штуки, потому что мы его убедим в том, что там нужно разработать на самом деле больше, чем было. Или может быть ТЗ, который он написал, мы потом ему скажем, что, знаете, вот если мы сделаем все по ТЗ, будет отстояно. Это не то, что вам на самом деле нужно. Поэтому вот это единственный критерий, что заказчик доволен, его все устроило, неважно, как вы это сделаете, каким образом, там, не уложитесь в сроки, не уложитесь в бюджет, это другой разговор. Главное, чтобы он поставил лайк, после этого он, скорее всего, придет к вам с другим заказом, потому что, ну, в большинстве случаев, в большинстве бизнесов именно постоянные клиенты приносят на самом деле самые большие деньги. И он вам может дать какие-то хорошие рекомендации. Более того, основная задача вот руководителя проекта для того, ну, заключается в том, чтобы согласовать работу всех остальных отделов, для того, чтобы проект, ну, для того, чтобы проект состоялся. Окей, значит, прошла встреча руководителя там проекта с заказчиком, они пообсуждали, там как-то более-менее обговорили требования, то есть там состоялся список тезисов, что мы хотим получить то-то, то-то и то-то и то-то. И подписан контракт. Оговорены сроки, оговорены бюджеты, возможно, там какая-то произошла предоплата, может быть, нет. Руководители проекта приходят с вот этой бумажкой. Ну, собственно, вопрос опять, можно ли начать программировать после этого. То есть у нас, в принципе, есть список такой примерной требований, что мы хотим там какую-то CRM, например, кастомизировать по требования бизнеса, там, ну, столько-то сотрудников. То есть они все в таких словах, общих достаточно. Основная проблема, что пока вообще непонятно, что на самом деле программировать. Есть какой-то примерный тезис, но нет конкретики. Мы не понимаем, что реально хочет заказчик. То есть то, что произошло там на конкретной встрече, там общались мы с руководителем, там, с их верхушкой. На самом деле пользователем продукта будет не верхушка компании, а будут конкретные люди. Мы с ними вообще не общались, и мы не понимаем, что конкретно нужно. Соответственно, следующий этап после продажи – это сбор требований. Здесь тоже есть свой специальный чек, он называется аналитик. Результатом его работы в конечном итоге будет техническое задание. То есть там на самом деле может быть целый комплекс документов, но все слышали о том, что существует ТЗ. Аналитиков на самом деле очень много разных видов. Вот. Первое, что он должен понять, кто будет использовать систему. И этот человек, как правило, он в принципе прописывается на стороне заказчика. То есть там иногда ему ставят отдельный столик, за которым он будет сидеть. Он может в течение недели общаться со всеми заинтересованными лицами, которые будут в конечном итоге использовать этот продукт. Он будет долго, упорно с ними общаться, с разными людьми. Вот здесь тоже очень часто в МКшников я встречаю. И, кстати, по части аналитик очень рекомендую задуматься именно девушкам. Потому что часто бывает так, что девчонки сначала идут программировать, потом они понимают, что, ну боже, это адски скучно. Вы целый день смотрите там на экран монитора. Мне нужно общение, мне нужны люди. Вот. И девчонки либо сразу идут в аналитиках, если понимают, либо поработав программироваться, программистом начинает это делать. Вот. В принципе, в разных компаниях роли аналитика могут быть совершенно разные. Например, среди моих знакомых и МКшниковых есть аналитики, которые работали в магазине, торгующем электроникой и как бы вычисляли некоторую статистику по теме, там, удачна ли какая-то рекламная акция или нет. То есть, например, вот такие варианты работы аналитика. То есть это не совсем тот случай, о котором я говорю. То есть если вы видите в вакансии там аналитики или бизнес-аналитик, тут надо однозначно уточнять, что, ну как бы, что нужно делать. У меня жена вышла, тоже работала какое-то время, какое-то время работала аналитиком в банке. Там этот человек работал как бы на внутреннего заказчика. То есть в компании, ну банк это достаточно крупная организация. Там каждому человеку требуется получать какую-то информацию, которая есть, допустим, в соседнем отделе. Он делает заказ в отдел аналитики. Аналитик пытается понять, что на самом деле нужно заказчику, потому что заказчик по определению, простите, тупой. То есть он тупой с точки зрения, что он разговаривает на каком-то своем языке, какими-то своими бизнес-терминами, и он не понимает вообще, что там происходит вокруг его отдела. То есть чтобы его понять, нужно действительно иметь определенный скилл, определенные качества коммуникационные и в целом хорошее терпение. Соответственно, она с ним общается. После этого общается с разработчиками для того, чтобы доставить нужную информацию для этого отдела. Или доставить каким-то образом ее самостоятельно, там с каких-то баз данных и так далее. Соответственно, аналитики в первую очередь будут собирать функциональные требования, то есть о продукте, если мы возвращаемся к разработке по заказу. То есть что в принципе должен делать продукт? То есть там будут так называемые юзкейсы, что мой продукт должен мне сделать А, Б, С. Там в нем должна быть такое-то окошко, такая-то менюшка, такой-то там личный кабинет для такого-то пользователя, ну и так далее. Также есть нефункциональные требования, те, которые напрямую не относятся именно к набору фич, набору функций, которые будут выполнять продукт. То есть там, например, доступность, что сайт там должен работать, который мы будем разрабатывать, там 24 на 7 и простаивать там не больше скольки-то минут там в месяц. То есть это нефункциональные требования. Ну и там всякие разные, все перечислять не буду, на слайдике коротко есть. Соответственно аналитиков тоже бывает много разных. Бывают бизнес-аналитики, это ребята, которые ближе всего, то есть больше всего общаются с людьми, которые на стороне заказчика. То есть их задача понять, как устроены бизнес-процессы в компании заказчика. Есть системные аналитики, они где-то посередине. Ну на самом деле вот это все — это роли. В некоторых компаниях бывает, что просто всего один аналитик, он выполняет все роли одновременно. Системный аналитик, он чуть больше, чуть ближе к программистам, он там уже может по сути выстроить не просто там требования в виде тезисов, что раз, два, три, четыре, пять, но и построить там как бы модель данных, что мне нужно, ну вот базы данных учили, да, что там в том продукте, который должны разработать, будут там такие-то таблицы, он будет хранить такие-то данные. То есть понимаете, что тут уже определенные технические навыки нужны, то есть там по проектированию базы данных, например. Окей, аналитик отработал техническое задание. Собственно, можно ли теперь программировать? Есть ТЗ, ребят, прогаем, нет? Да. Да, ну в принципе логично. Что еще нужно, если у меня есть ТЗ? Нужно еще декомпозиция и раздать задание отдельно. Да, это тоже все нужно, но есть еще кое-что. Просчитать кто и сколько это будет делать. Вот это декомпозиция. Ну да, это можно будет сделать после того, как мы декомпозируем систему, после того, как… ну тут зависит еще от устройства компании. Допустим, у меня уже может быть какой-то фиксированный… А, ну окей, я согласен, что мы пока назначили руководителя разработки, руководителя проекта, но мы не назначили команду, которая этим будет заниматься. В принципе, это тоже все нужно будет сделать. Но на самом деле вот прямо сейчас даже не это главное. Есть следующая проблема. Когда вы с заказчиком пообщались и написали требования на бумаге, на самом деле вы друг дружку еще не поняли. То есть когда мы будем смотреть на техническое задание, мы будем считать, что мы понимаем, что заказчику нужно. Когда заказчик смотрит на техническое задание, он тоже будет думать, что он понимает, что ему нужно. И вы понимаете, что ему нужно. Но это не так. На самом деле вот этот этап даже иногда он не входит как бы в такой супероплачиваемый этап работы. Он начинается еще там даже до подписания контракта. Именно на этапе, то есть это, вернее, это этап даже не разработки, а это все еще этап согласования требований. Проектировка интерфейса. То есть есть такой человек, ну я написал проектировщик UI, многие называются там это дизайнер интерфейсов, веб-дизайнер, вот эти все ребята, они как бы делают какие-то смежные штуки. И, соответственно, его задача, глядя на вот это техническое задание, общаясь с аналитиком, который будет общаться с заказчиком, потому что по ТЗ еще на самом деле не все понятно, он должен реально сесть в фотошопе и нарисовать картинки. То есть вот если это программный продукт, то там как оно будет выглядеть, где какие будут кнопочки, как они будут называться, они зелененькие или красненькие, желтенькие или черненькие. До тех пор, пока заказчик не увидит, ну вернее, пока заказчик не увидит вот эту картинку, он не понимает, что реально ему дадут в конечном итоге. И очень часто получается, что картинка нарисована, заказчик говорит, ну это вообще не то. То есть это вообще не то. Ну, то есть это не значит, что мы все неправильно поняли. Мы все нарисовали по ТЗ, но заказчик видел это по-другому. Он видел, что это будет желтеньким, и там будет меньше окошек и так далее. На самом деле похожая история происходит, если работает как бы в компании внутренний заказчик. То есть мы сами разрабатываем свой проект. У нас есть школа программирования, которая разрабатывает сайт для себя же. То есть там нет никакого заказчика. Там есть наша вот платформа, на которой учатся ученики. При этом после того, как мы там посвящавшись отделам, ну там с разными отделами, решив, какие нам нужны новые фичи там на нашем сайте, мы отдаем это куда? Мы отдаем это дизайнеру. То, что он сначала должен нарисовать, и только после этого программисты поймут, что нужно на самом деле. И мы поймем, что это то, что нам нужно. Вот. Я на самом деле по части дизайнеров думал, что здесь нужно прям круто уметь рисовать. Там, что я завидовал людям, которые классно там рисуют от руки. Оказалось, нет. Там дизайнер нашего сайта не умеет рисовать там от руки. Но я лично с ним общался. Он говорил, что тут нужно уметь как-то вот конструировать. И в принципе в программах там рисования, там в фотошопе, в иллюстраторе, там просто есть возможность как-то оперировать разными блоками, потому что вот так вот всякие растянули там прямоугольнички, раз-раз-раз-раз-раз, и все красиво. Вот. То есть там нужно иметь свои знания, но не нужно уметь, не нужно быть художником. Такая тоже творческая тема. Девчонки тоже часто идут. Хотя мужиков я встречал больше. Но в общем девчонки интересуются, по крайней мере. Окей. Это все еще был сбор требований. Вот теперь можно разрабатывать. Но как ни странно, программистам это все равно все еще рано отдавать. Потому что мы поняли, что нам нужно решить, но мы не поняли, ну как бы какую задачу нам нужно решить, но мы не поняли, как мы ее будем решать. А как мы будем решать? Да, давай. Вот вы рассказали про аналитиков и про юидизайнеров. Вообще, что надо делать, чтобы попасть в эту сферу? Например. Какие курсы проходили, с чего начинать? Программы стажировки? Это вообще существует? Берут без студентов? Существует. Смотрите, тут история такая, что по части бизнес-аналитиков, вот по моим наблюдениям, там каких-то супер изначальных курсов еще что-то обычно не требуется. То есть моя жена устраивалась аналитиком, с ней просто пообщались на предмет в целом адекватности, логического склада ума, там какого-то элементарного знакомства с базами данных и так далее. Это все, что потребовалось там для начала именно аналитиком. По части дизайнера тут рекомендуется именно пройти какие-то курсы в том плане, что вы не можете прийти на дурачка. То есть у вас, как у дизайнера, должно быть портфолио. Если у вас нет портфолио, вы не дизайнер, вы только считаете, что вы дизайнер. То есть здесь лучше либо практиковаться саму, либо проходить какие-то курсы. Ну я, конечно, могу сделать рекламу, что у нас есть курсы для дизайнеров. Это будет, наверное, классно и интересно. Но можно там рассмотреть любые курсы или, в принципе, самому попробовать в этой сфере развиваться. Вот как-то так примерно. Я ответил на вопрос? Окей. Итого, есть архитектор. Возвращаемся к нашей теме. Есть архитектор, который должен определить, каким образом данная задача будет решаться. Потому что вариантов будет масса. Так, есть у меня. Ну не очень интересный слайдик. Здесь, в общем, я видел результат работы архитекторов. Обычно это такие очень длинные простыни, там, докфайлов, в которых там на 40 листов расписано, какая и где будет модель данных, какие у нас будут подсистемы, как они взаимодействуют, какие языки программирования мы используем для реализации данной задачи, по какому API будут взаимодействовать разные системы. Там используется много серверов. Windows сервер там, вернее, это сервера под управлением Windows сервер или Linux, всякие такие вот куча-куча технических моментов. То есть вот такая формируется целая картинка. Потому что если мы начнем хаотично программировать, то мы получим такой некий карточный домик монструозный, который в процессе масштабирования обязательно будет разваливаться. Поэтому изначально мы должны продумать, как этот дом будет строиться, его спроектировать. И вот этим занимается архитектор. То есть архитекторами просто так не становится. Обычно ими становится именно программист уже с каким-то опытом. То есть архитекторов вырастают. Нельзя просто пойти на архитектор. Я себя вижу архитектором. Обычно это ребята, которые просто уже участвовали в большом количестве проектов, как следовательно они понимают, где лучше что использовать. То есть у них есть уже большой практический опыт. Ну вот часто им надо с заказчиком тоже совещаться, потому что когда мы начинаем строить вот эту вот систему, тут еще возникает вопрос, а как там наша система должна взаимодействовать с системой заказчика? Там же у него тоже может быть уже какие-то сайты, какое-то программное обеспечение, они там будут по сети общаться. То есть можно понимать там протоколы взаимодействия и так далее. То есть тут уже такое все серьезно, все технически. А, замечу, что я уже говорил, да, что контракт мы подписали еще до проектировки интерфейсов. Мы оговорили сроки, мы подписали бюджет, то есть сейчас у нас уже все, разработка за деньги началась. После того, как у нас появилась архитектура, у нас включается, ну, соответственно, назначается руководитель разработки, человек, который будет курировать именно отделы разработки. И как мы заметили, людей много. Там аналитики, дизайнеры и так далее. Вот, скорее всего, наш проект будет, ну, то есть он развиваться будет инкрементально. То есть там, допустим, дизайнер нарисовал какие-то там картинки, какие-то фичи, там аналитики дособрали какие-то требования, можно уже все это разрабатывать. Вот, соответственно, будет требоваться, ну, координирование всех отделов. Этим занимается Project Manager. Ну и, соответственно, один из отделов — это отдел разработки. Вот, соответственно, у него есть дизайн, у него есть ТЗ, у него есть там аналитики, архитекторы, с которыми он может общаться. И он уже будет вот конкретным программистам ставить задачки. Соответственно, если вы придете работать программистом, когда вы придете, скорее всего, кто-нибудь работал там с какими-нибудь бактрекерами, типа там Redmine, Jira, там Trello, что угодно. Ну, кто-то пользовался. Ну, соответственно, вы придете, вам скажут, что вот эти вот три задачки, они ваши, вы должны их сделать в течение недели. Ну, вы там сидите, разбирайтесь. Собственно, там, ну, примерно так моя первая работа заключалась, что сначала я там прошел испытательный срок, мы просто дали несколько задачек, которые максимально изолированы от всей остальной системы, чтобы я не мог ничего страшного сломать. То есть какая-то такая, обычно новым разработчикам стараются давать какие-то такие новые фичи, которые, если заработает хорошо, не заработает, не страшно, как бы сайт не ляжет на неделю после этого или что вы там разрабатываете. Ну, вот как-то так. Ну, программист уже вот, собственно, пишет код. Ура, мы дошли до реализации нашего продукта. После того, как разработка состоялась или в процессе разработки, очень часто, ну, вот в случае заказной разработки, скорее всего, она как бы в какое-то время началась, в какой-то момент мы сдаем продукт. Если это в целом вечно живущий проект, как там школа программирования Geekbrains, который постоянно там что-то дорабатывается, или там, сказать, mail, почта, что угодно. Это бесконечные проекты. Здесь вот разработка и тестирование всегда идут бок о боку. Ну, то есть нога в ногу. Мы что-то разработали, отдали тестировщикам, они проверили, выкатили и так далее. Соответственно, с тестировщиками тут тоже интересная идея. Тема… Нет, рано. Вот здесь мы тогда будем останавливаться. С тестировщиками все не так просто. Кто считает, что тестировщик — это менее круто, чем программист? Есть парочка. Ну, это такое как бы известное мнение. На самом деле это такой распространенный холивар, потому что разработчики считают, что тестеры — это фу-фу-фу. На самом деле их тоже можно понять, потому что тестировщики, ну, во многих компаниях их работа заключается в том, что ты садишься, ты можешь быть вообще там не программистом, не айтишником, ничем, и ты как бы кликаешь. Так, тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Все проверил, там работает. Окей. То есть это такая достаточно тупая работа. Если вы собираетесь в сети тестировщиков, вам надо сразу пообщаться с вашим потенциальным работодателем и понять, что конкретно от вас будет требоваться. Потому что в маленьких компаниях очень возможно, что это будет именно так. В крупных компаниях обычно дела обстоят по-другому, и у тестировщиков существует несколько разных видов. Во-первых, есть так называемый QA, Quality Assurance. Ребята, по сути, их задача не просто тестировать продукт. Их задача — это контроль качества. То есть им нужно сделать так, чтобы то, что написали программисты, оно по качеству удовлетворило в конечном итоге заказчика, если мы это пишем на заказ, либо пользователей, которые будут пользоваться этим продуктом. То есть тут могут быть разные аспекты. Либо это качество с точки зрения наличия багов, соответствия требованиям, соответствия дизайну и так далее. И эти ребята в первую очередь будут писать так называемые тест-кейсы. То есть что нужно проверять, собственно, в данном продукте. Какие сценарии пользователя нужно проверить? Нажать сюда, нажать туда. Ну и всякие такие моменты. Среди тестировщиков может быть старший тестировщик, который, соответственно, пишет вот эти тест-кейсы. Могут быть младшие тестировщики, которые делают вот так. Но это по-прежнему все еще не очень большая компания. В крупных компаниях будет еще так называемый тест-аутомейшн. Ребята, которые занимаются автотестированием. И вот тут уже интересно, потому что писать они будут на современных языках, таких как C-Sharp, Java. Может быть, Python, но обычно чаще всего Java. C-Sharp тоже часто, но менее часто, чуть-чуть. Требования как к программистам к ним немножко меньше, чем… Ну, к ним поменьше, чем к программистам, потому что задачи менее критичные. Но тут тоже уже будет интересная работа. Вам нужно будет именно для того продукта, который вам дали, написать автотесты, которые должны проверить, что реально делается. Чтобы вы понимали, сейчас пишутся достаточно крутые тесты, которые, например, полностью эмулируют работу пользователя. То есть есть сайт, и вы там реально на Java с помощью технологии Selenium написали нечто, что реально пошло, ткнуло на кнопку, что-то написало в формочку, там открылась страничка сайта, и ваш же тест проверяет, что на этой страничке сайта вы видите те данные, которые ожидает на самом деле пользователь. То есть тут это как бы с точки зрения графического интерфейса, с точки зрения серверной части, тоже там какой-нибудь компонент. Он дернул какой-нибудь API, то есть какой-нибудь веб-сервис, получил данные, проверил. В принципе, у меня был хороший друг, который вылетел с ВМК на экваторе после двух лет обучения за подделанную справку по физкультуре. Подался он в тестировщики, с тех пор был жутко довольным, говорит, как классно, что я не пошел в программисты, потому что программисты — это, значит, просто обезьяны, которые пишут код. А мы тестировщики, которые видим вот эту всю картину целиком, мы видим запросы заказчика, мы видим, значит, программистов, мы говорим программистам, мы убеждаем программистам, где они неправы. То есть мы видим всю картину. Наша задача — получить хороший продукт. Более того, там очень всяких много заморочек, например, с отчетностью. То есть как… Ну, у тестировщика тут такая еще тема, им надо доказать, что они не страдали фигней на самом деле все это время. То есть там они строят очень большие отчеты. Там какие конкретно тест-кейсы они проверили, какие сценарии, какой был результат. Вот. Тут тоже своя квалификация по части Continuous Integration, если кто-то слышал, чтобы была такая тема, что как бы продукт какой-то выпускается, программисты выпустили новую фичу, это сразу заливается там на тестовый сервак, прогоняются все тесты, вот, строится автоматический отчет. Ну, всякие такие штуки. То есть тут все непросто. Так что именно по части тестирования, еще раз так вот крупными стрелочками красными, о том, что это хорошая именно точка старта. И после этого, если вы занимаетесь автоматизацией, если вы там грезите именно о работе программистом, тоже можно будет туда переметнуться потом, потому что вы уже будете близко к программистам, как бы просто с одного стула пересядете на соседний в отдел программеров. То есть если у вас какие-то сложности именно в устройстве с программером. Еще есть такие ребята, инженеры по внедрению, которые будут заниматься тем, что вот некий продукт уже состоялся, программисты его запрограммировали, теперь надо всю эту систему развернуть на стороне заказчика. Вот. Очень часто вот эти инженеры по внедрению себе пишут, что они такие, человек-оркестр, который должен знать там все, владеть там всеми инструментами. И иногда получается так, что вот этот инженер по внедрению делает вообще весь проект целиком. То есть, например, если какая-нибудь там CRM, которая нужна заказчику, то иногда может быть вообще не быть никаких программистов, никаких бизнес-аналитиков. Просто пришел один инженер по внедрению и так смотрит на это все. Типа, теперь нам надо вот этот некий вот коробочный продукт кастомизировать под конкретного заказчика, чтобы он работал. Тут он будет тоже программировать на каком-нибудь США, API, Java. Может быть. Вот я о них вообще там не знал в течение четырех лет, но оказывается они существуют. Это тоже, в принципе, интересная тема. Ну, после того, как все, систему внедрили, происходит прием результатов и так далее. То есть тут уже некие такие формальные процедуры. В общем, весь процесс выглядит примерно таким образом. Если разработка происходит не на заказ, а происходит как бы разработка нами как компании некого продукта, которым будет пользоваться конечные пользователи, то картина здесь немножко другая. Вот эти ребята будут, но они будут чуть позже. Перед ними будет работать так называемый человек, как продукт-менеджер, то есть менеджер по продукту. Человек, который должен в принципе понять, а надо этот вообще продукт делать или нет. Мы открываем школу программирования, а будет ли в ней спрос какой-то или вообще нет. Если делать, то как? Какую нишу надо охватывать? Какие должны быть в целом? Ну вот аудитория вообще будет или не будет? Собственно, после этого может там идти тап продажи. Кстати, стартаперы интересны все время делятся о том, что не надо… Кто-нибудь, кстати, рассматривает вариант, открыть свой стартапчик, какой-нибудь в будущем написать свой проект. Не стесняйтесь. Ну так хотя бы робко руки поднимите. Да, есть люди. Куча стартаперов все время рассказывает о том, что не надо грезить о том, что вы сначала построите империю Microsoft, а потом кому-нибудь продадите этот продукт. Они все говорят, даже когда у вас еще ничего нету, вы практически без штанов идите и продавайте. То есть вы приходите уже там к потенциальным клиентам, говорите, что у вас уже есть такой продукт, ну просто вы там его сможете развернуть, его у заказчика там в течение двух месяцев, например. Вот. Или если это продукт, который не на конкретно заказчика, а просто вот на всех пользователей, на частных, на физических листах ориентировал, то вам нужно найти как минимум человек 20-30, которые до того, как ваш проект вообще начал разрабатываться, будут в принципе готовы его купить или возможно готовы даже сделать какой-то вклад в ваш денег, там как называется, при продаже, когда какие-то вам деньги уже дают до того, как продукт состоялся. Просто для того, чтобы вы его разработали. Если вы не нашли 20, 20, 20, 20 человек, которые готовы купить ваш продукт, пока его еще нету, значит, скорее всего, эта тема и бесперспективна, и даже не надо тратить там год-два для того, чтобы сделать какой-то очень крутой продукт. Окей. Ну, соответственно, есть продукт-менеджер, который определил, какой должен быть продукт, какие примерно требования. Могут быть менеджер по продажам, да, которые находят клиентов, аналитики, которые детализируют требования. Ну и вот все остальные ребята, в принципе, остаются. Соответственно, по части тестирования, ну, ладно, не буду сосредотачивать внимание, в общем, в целом разобрались. Ребята, какие есть… А, нет, давайте мы вот еще вот этот слайдик разберем, потом будем вопросы по этой теме, если остались. Смотрите, целиком карьерная лестница и вообще вот эта картинка в целом выглядит примерно следующим образом. Как ни странно, мне ее нарисовал один хороший человек на собеседовании. Ну, я собеседовался в одной из компаний, вот, и человек, с которым меня собеседовал, мне нарисовал вот эту картинку. С тех пор я ее нигде так и не видел, но тем не менее, как бы на своем опыте я убедился, что это именно так. Значит, вот эти вот ребята — это программисты. То есть на них карьерная лестница выглядит примерно следующим образом, что, ну, тут просто. Есть junior developer, то есть начинающий программист, middle developer и senior developer. Соответственно, какой критерий junior developer? Его критерий такой. Это вы нигде не работали. Даже если вы очень круто программируете, вы там делаете это для себя, если у вас нету коммерческого опыта, там, в течение годика, наверное, то вы junior developer. Соответственно, есть еще middle developer. Это человек, который уже где-то проработал, например, в течение года. И, во-первых, он может хорошо оценить время, за которое он будет делать какие-то определенные задачи. То есть к нему кто-то придет, скажет, есть такая задачка, сколько тебе нужно? Он скажет 9 часов. Ну, вот там напишет где-то в тикете, в карточке, что он за 9 часов ее может сделать. Он знает, что я ее уже делал раньше за 10, теперь я сделаю за 9, потому что я уже знаю, как она делается. Или я ее делал за 18, но теперь я умный, я готов сделать ее за 9. И, соответственно, он какие-то вот эти задачи может уже решать быстро, потому что рука у него набита. И senior developer, вот человек, который… Ну, на самом деле, вот грань всегда размытая. Обычно senior developer — это человек, который уже не делает всякую фигню, отдает ее от предыдущим и делает всякие уже сложные, интересные штуки. Наверное, примерно такой критерий. Вот. По программистской части после этого у нас есть два пути. Либо вы идете в техническую сторону, тогда вы как бы развиваетесь в качестве архитектора. То есть вы встаетесь технарем, вы разбираетесь там… Ну, я рассказывал, да, что там, как должна выглядеть архитектура. Вот. Либо вы идете в такую больше менеджерскую, управленческую часть, и вы растете до темлида. Кстати, у меня вот на лексах в МК, даже не помню, какой преподаватель, по-моему, на третьем, втором курсе, нам всегда говорил, если вы начинаете программировать, вам нужно отпрограммировать 5 лет и после этого куда-то сруливать. Потому что после этого придут молодые, значит, ребята и вас затопчут, потому что они будут там… У них свежие мозги, они будут быстрее схватывать технологии и так далее. Такое было интересное утверждение. Оно у меня сразу разбилось вправь после того, как на моей работе я встретил в МКшника с 30-летним стажем, который занимался программированием. Но, тем не менее, какая-то доля истины есть, и вот имеет смысл сюда расти. Соответственно, здесь вы будете заниматься тем, что в качестве темлида, ну, обычно вот эти роли как бы совмещаются. То есть вы, с одной стороны, темлид, руководитель команды, вы что-то разрабатываете, но при этом вы там раздаете задачи там джиньорам, бьете им линейкой железной по рукам, если они делают что-то плохо, вот, делаете код-ревью и так далее. Соответственно, после этого можно вылезти уже до project manager, человек, который, скорее всего, не будет программировать, но он общается там с горой разных людей, его задачи, чтобы в целом все получилось, вот как бы все скоординировались этапы. Что у нас на времени? А project manager занимается этой координатной деятельностью? Ну, как сказать? Вообще менеджер — это не менеджер в техносвязи, это руководитель. То есть это человек, который отвечает за проект. В принципе, что делает руководитель? Что делает царь? Он только координирует чью-то деятельность? Нет, он отвечает за этот продукт. В принципе, при желании он может делать что угодно. Закрыть любую дырку, которую не в состоянии закрыть никто из его команды. В принципе, какое-то время я там вот в одной из компаний совмещал вот так вот, вот эти вот три роли. То есть на самом деле все вот это роли. То есть нет такого, что там вы пришли в компанию, вы такие, а где у вас middle developer? Или а где у вас тестировщик? Они такие, а нет, у нас тестировщик, а мы как-то сами. Но кто-то же в конечном итоге проверит. Может быть, роль тестировщика выполняет программист в конечном итоге. В большом количестве компаний именно так дела и обстоят. Соответственно, в маленьких компаниях вы можете быть программистом, а при этом уже руководить проектом, то есть отвечать за его в целом деятельность. Если это большая компания, то вам работы будут выше крыши для того, чтобы пообщаться с заказчиком, пообщаться с тем. В целом у project manager еще могут быть разные обязанности в зависимости от той ответственности, которую ему дали. Может быть, маленькая зона ответственности, например, когда он не отвечает за бюджет, и он не набирает никого в команду. То есть ему сказали, вот смотри, у тебя есть три программиста, один дизайнер, вот там ТЗ, вот дизайнер. Тебе надо сделать так, чтобы все это заработало. У него может быть большая зона ответственности, когда нет ничего, есть заказчик, он должен согласовать, он как бы должен оценить объем работ, согласовать бюджет. Под этот бюджет нанять команду, уволить тех, кто плохо справляется и так далее. То есть, ну, зоны ответственности могут быть совершенно разные вот у этого человека. Я ответил на вопрос, да? Окей. Соответственно, ну вот программистской веточке вот здесь вот точка старта. Соответственно, у аналитиков здесь тоже. Я написал просто один аналитик, но у них такая же фигня. Там junior аналитик, middle аналитик, senior аналитик. И можно как бы в разные сферы, именно там бизнес и так далее. Бизнес-аналитик, системный аналитик, как мы все обсуждали. Соответственно, с тестировщиками вот тут они на два квадратика. Есть как бы, грубо говоря, ручной тестировщик, есть автоматизированный тестировщик. Тоже здесь они все senior, middle и так далее. Вот. Project Manager обычно просто так не становится, что такой с улицы пришел. Я буду вашим руководителем. Ну, как бы, либо ты вырос вот откуда-то из вот этих сфер, либо ты очень крутой руководитель, но не в сфере там именно разработки какого-то программного обеспечения, а там из другой области, и ты решил как-то переквалифицироваться. Ну, и там наверхушке стоит CTO. Это chief technology officer. Это типа директор по IT, грубо говоря. Почему в этой схеме нет дизайнера? Ну, не в лес. На самом деле дизайнер, он стоит в стороне, он никуда не растет. Он просто рисует картинки. Но, в принципе, с точки зрения дизайна можно развиваться в каком плане. Вы можете там, например, просто рисовать иконки. Вот у нас там есть фрилансеры, которые рисуют иконки, и все. Вы можете рисовать веб-дизайн всего сайта. Вы можете рисовать дизайн мобильного приложения. Ну, там есть как бы вот такие скорее нюансы. То есть вы растете именно в рамках своего качества рисования. Вопросы еще? Нет, нет вопросов. Кстати, кому что присмотрелось? Кто? Давай. Смотрите, между программистами, разработчиками, аналитиками, срочными дизайнерами, кто более ценный карт, кто там с материалом, то есть, если вы еще цените больше? Короче, где лучше платят? Да. Окей. На самом деле, что я могу сказать, именно в сфере IT хорошо платят там, где вы хороший специалист. Поэтому, если вы в начале пути размышляете, как бы, куда мне пойти, где больше денег, то забудьте. Вам нужно думать, что мне нравится, что у меня будет хорошо получаться, и чего я буду получать удовольствие. Вы там вырастите, и там у вас будут хорошие деньги. То есть, понятно, что по этой картинке, чем выше оно нарисовано, тем больше бабла, да? Но вот в рамках вот этой темы, ну, как сказать, здесь очень много денег. Здесь, ну, то есть, окей, если говорить в цифрах, наверное, здесь там 30-50. Ну, там, хотя, наверное, у меня даже вот устаревшая статистика, это когда я в джуниоры, наверное, сейчас здесь побольше. Но может быть, окей, прибавлю десяточку. 40-60. Вот здесь будет 100-170. У аналитиков, наверное, где-то средненького будет 80-90. Просто очень часто, собственно, так получается, что аналитик, он там, общаясь с заказчиком, он практически совмещает роли project-менеджера, то есть руководителя проекта, и тогда там может быть денег больше. У тестировщиков, наверное, традиционно поменьше, но, опять же, у крутых тестировщиков тоже будет все хорошо. Конкретной цифры не скажу. Поэтому я бы не советовал ориентироваться именно с точки зрения денег в этом вопросе. Да, в плане тестировщиков туда просто проще устроиться. Если вы как тестировщик немножко умеете программировать, это уже вау. Вот. Если вы как программист, то я покажу картинку. Тут немножко сейчас такая тема, что немножко… Ну как немножко? Тут вот здесь примерно 60 человек на место. Ну то есть тут чуть-чуть перенасыщен вот спрос и потребность в том плане, что большинству нужно вот так вот. Ну и можно одного джиниора. Вот. А джиниоров как бы их тьма. Я хочу джиниорам все. Поэтому, ну собственно, мы сейчас даже в рамках школы программирования у нас вот сейчас мы старались обучать именно джиниоров. Сейчас выпускаем новый проект, который будет стараться… Ну который будет выпускать уже медло. Потому что просто потребность у рынка такая. Нужно просто очень много медлов. Никто не хочет как бы совсем новичками. Вот в плане тестировщиков просто попроще. В простом варианте от вас вообще ничего не нужно, только адекватность. Ну если вы тестировщик игр, то вам нужно еще любить гамоть. Вот такая как бы тема. Вот. И усидчивость хорошая. Если вы начинаете автоматизировать, то нужны там небольшие навыки именно в рамках тестирования. Вот. Ну и книжки читайте. Вот в этом, если вы вот это все сделаете, то будет у вас хорошо. Вот. В плане тестировщиков лучше там или пройти какие-то курсы, или прочитать несколько толстых книжек именно для того, чтобы у вас была хорошая термологическая база. Потому что задолбается вам рассказывать, что там такое все вот эти тест-кейсы, тест-дизайн и прочее, прочее, прочее. У аналитиков, если честно, не очень знаю, но я говорю, что по моему опыту девчонок брали просто так. То есть есть какое-то базовое техническое образование? Да, базовое техническое образование, адекватность. Вот с точки зрения старта обычно происходит так. То есть там, когда моя жена устраивалась просто вот там, окей, там была команда в МКшников, окей, ты в МКшнице, ты адекватный. Ну, классно разберешься. Типа, йоу, поехали. Примерно так это выглядело. Ну и там ты уже, когда зацепился, тоже разбираешься и постепенно растешь, двигаешься. Еще вопросы? В плане образования просто требуется что-то техническое образование. На кого? На бизнес-аналитика или на кого? В целом. Нету такого в целом, потому что вот здесь требования очень большие. То есть здесь вы должны уже реально уметь хорошо программировать. Никто вас не будет учить программировать. Нет, это я не кто. Это, да, что мы их программировали. Отдельный учебный образование. И имеет значение, что тебя, например, не идти образованием, какой-то другой, но тоже технический образование. А вот вас лично какой из этих квадратиков больше заинтересовал? Программирование. Программирование. В случае программирования здесь скорее важно не столько образование, сколько что вы можете реально сделать руками. То есть вот из моего опыта. Окей, мы открыли. Вот сейчас мы как раз будем переходить. А давайте я плавно перейду. Вопросы мы ответили. Вот сейчас я буду отвечать на ваш вопрос, собственно. У меня такой маленький слайдик, который говорит о том, что с точки зрения вакансий вообще айтишники и программисты, это реально одна из самых востребованных специальностей, требуется всего лишь в два раза больше продавцов, которые продадут то, что мы напрограммировали. Вот. И, ну, то есть это реально супер, супер популярная тема. По денежкам здесь тоже все очень хорошо, космические, там среднее ZP 90 там по Москве для программистов, вот, и так далее. Все очень вкусно. Однако, вот, собственно, слайдик с этой картиночкой, которая говорит о том, что, ну, вот здесь вот 146 вакансий, это джуниоры, а вот это вот медлы-синьеры. К сожалению, есть еще вторая картиночка, которой, ну, слайда у меня нету, она противоположная. Она говорит о том, что вот примерно столько джуниоров и вот столько медлов, которые на самом деле есть. Ну, то есть, если смотреть по количеству вакансий, то… А, ну, вот с точки зрения, да, давайте жизни, например. Я закончил ВМК, я думал, йоу, я закончил классный университет, все, теперь, значит, весь мир в моих руках, значит, меня оторвут с руками, я, значит, выкладываю свое резюме и такой, и тишина. Я думаю, так, а где цветы, овации, ВМКшник ищет работу, вау, почему меня никто не закидывает бюстгалтерами, там, не знаю, или чем должны были закидать в этот момент, предложениями. Значит, ну ладно, хорошо, раз вы меня не заметили, давайте я попробую подкликаться на вакансию какую-то. Я, окей, вакансия. А, нет, вакансии смотреть обычно страшно, потому что ты открываешь вакансии и видишь кучу незнакомых слов. Ты думаешь, так, меня учили все плюс-плюсу, меня учили, там, еще чему-то, а в вакансии, там, я первый раз эти слова вижу, там, какие-нибудь Java, EA, Spring, там, господи, там, ты думаешь, окей, ладно, это мимо, это мимо, это мимо, хорошо, вот здесь вроде нормально. Окей, то есть ткнули в вакансию, ждем три дня. Заходишь на HeadHunter, понимаешь, что ее даже не читали, то есть ты думаешь, ну что за подлоки, давайте мы возьмем вторую вакансию. Ее прочитали, но ничего не ответили. Ты думаешь, я ВМКшник, почему так? Что происходит? На самом деле происходит вот именно эта история. Примеры жизни. Мы, ну, как компания, которая занималась разработкой, там, на моей второй работе, я писал на C-Sharp, вот, так получилось, что через полгода, а, нет, через два месяца после того, как я устроился на работу, была, там, у меня был опыт работы один год, после этого я устроился на другую работу, там, как бы, грубо говоря, уволился руководитель, и надо было там набирать жениоров сразу вот так вот, типа, о, программист, классно, наберись, набери жениоров в команду, там, будете что-то делать. Окей, мы выставили вакансию, и через три дня к нам пришло 50 откликов, там, джуниор, C-Sharp, разработчик. Мы такие, боже, что с этим делать, что делать с этими людьми? Ну, соответственно, вот тут, говоря про, там, дипломы, сертификаты и так далее, обычно в нормальных, как бы, крупных компаниях есть HR, которые на это смотрят. То есть они видят толпу жениоров, и их задача в целом вычленить, как бы, здравый смысл из всех вот этих ребят. Потому что вы сейчас, я, наверное, сейчас вас очень запугал, что программисты, там, невозможно попасть, очень страшно. Нет, вы не думайте, просто ребята видят вот это и такие, ооо, тут у меня еще был такой слайдик, где чувак сидит в шезлонге, значит, и с подписью фрилансер. Вот, не включил я в эту презентацию, но, типа, здесь большие деньги, здесь классно, программисты всем нужны, я умею, там, не знаю, верстать сайтик, сейчас я покорю весь мир. Вот, просто вот таких очень много. Я когда начал ребят собеседований, ну, проводить собеседование, я понимаю, что ребята просто считают, что они умеют программировать, но они не умеют программировать. Поэтому, сейчас давайте я заряжу, если вы нормально пишете, если у вас хороший код, если вы еще там учились на нормальном университете и там прочитали МакКоннелла, там, совершенный код, все это начали применять в практике, у вас все получится, не бойтесь. В том-то и дело, что вот здесь вот очень много просто фуфла, которая считает, что она программистая. А, сейчас, да, я все еще на этом слайдике. Окей, итого, как бы в крупном компаниях есть HR, которые не могут, которым нужно из толпы предложения разработчиков вычленить здравое звено и принести, ну, на собеседование. Просто потому, что не в состоянии, там, синий разработчик, от собеседовать 60 человек. Ну, он сдохнет. Ему нужно, чтобы ему привели трех, он из них взял одного. Соответственно, HR будет смотреть на что? Будет смотреть, во-первых, на опыт работы. Ну, собственно, почему вот у меня как-то сразу не взлетело? Ну, не было у меня опыта работы. HR смотрит на это. Окей, чувак нигде не работал, значит, скорее всего, я не получу… А, HR, они получают деньги за человека, который они привели, который взяли потом на работу. То есть, если я его приведу, скорее всего, на собеседование, скорее всего, не возьмут. Вот. Если у него уже есть опыт работы один год, это значит, что кто-то этого человека в течение года уже вытерпел. И значит, скорее всего, там, мой там, ведущий разработчик, который берет себе команду, скорее всего, он тоже вытерпит этот человек, хотя бы там еще год или, в принципе, возьмет на работу. Вот. То есть, в моем случае, после того, как я проработал год, я уже не знал, куда спрятать свое резюме, потому что просто меня там завалили письмами, там, звонили на телефон, и я там добавлял в черный список. Если у вас есть опыт разработки год программирования, ну, то вы можете написать это в свое резюме, все хорошо, жизнь у вас налаживается. Но вот в начальном этапе будут проблемы. Итого, HR будут смотреть на дипломы и сертификаты. Вот. Мы поступали по-другому. Мы, у нас не было HR, мы просто, окей, пришел отклик, я вообще не открывал вот резюме, просто оттуда доставал e-mail и слал ему задачку. Типа, решишь? Окей. Не решишь? Ну, отлично. Я как раз не знал, что делать с остальными. То есть, пришло 50 откликов, из них там 5 человек решили. Я думаю, классно. Вот. Я не знал, что делать с 45 человеками, они сами отвалились. Пришло 5 задачек, посмотрели. Трем из них захотелось оторвать руки за то, что они написали, потому что, ну, оно формально решает задачу. Вот. Если вам присылают тестовое задание, обращайте внимание на коды style, на то, как вы пишете, как называете переменные функции, там, как все вот это вот декомпозируете. То есть, если вы формально решили задачу, то есть она делает то, что нужно, вы можете проверить, что оно решает, то это не значит, что… Это ничего не значит. Потому что человек, который будет смотреть на код, ему важно будет, что я возьму этого человека в команду, и то, что он напрограммировал, не выкину через неделю. То есть, мне нужно, чтобы его код был хорошим, он хорошо читался, он был классным. Ну, окей, значит, 5 человек прислали задание, 3 из них я выкинул сразу, захотел старовать в руки, 2 осталось, с двумя можно пообщаться. Окей, там одного из двух взяли. Ну, на самом деле, там было примерно умножить на 3, там, окей, было 60. Ну, в общем, порядок примерно такой. Окей, возвращаясь к нашей теме. В общем, проблема обозначена, да, надо каким-то образом на фоне вот этих кучи-кучи человек себя хорошо обозначить, как составив резюме, и хорошо себя привив на собеседование, для того, чтобы вы круто выглядели. Ну, вот это все сейчас про программиров идет речь. Давайте начнем с резюме, как их лучше делать. Смотрите, когда я начал устраиваться программистом, ну, я, как уже сказал, посмотрел на вакансии, ужаснулся, увидел кучу слов, я подумал, что в моем резюме нужно тоже написать много слов. Ну, то есть я не знаю Spring, я не знаю там, не знаю, React, Angular, там, я не знаю вот всего, что вот там написано, зато я знаю там, не знаю, я на Delphi что-то писал, ну, у меня был другой набор, но, не знаю, там, вы можете написать, что вы писали на Pascal, на C, на C++, еще на Delphi что-то делали, на Visual Basic, и вот такие. Ну, в принципе, уже как-то не совсем пустое у меня резюме, уже не стыдно. Как вы думаете, какой из вот этих вариантов название вашего резюме лучше? Первый или второй? Второй? Второй. Второй. Почему второй? Да, да. Все дело в том, что если вы напишите так, то я как работодатель, я с вами даже общаться не буду. То есть я даже не ткну на ваше резюме, чтобы посмотреть, кто вы такой, потому что я буду знать, что вы ничего из этого не знаете. То есть если вы написали здесь 18 всего, да, это значит, что вы ни в чем не специализируетесь. У вас знания, ну, максимально поверхностные во всем этом. Более того, вы даже не знаете, в чем вы хотите специализироваться. Если вдруг вы по какой-то причине там не до конца определились, то лучше сделайте два отдельных резюме. Вот у меня такая была тема, что я там учился на C++ писать в университете. Вот, потом, посмотрев на вакансии, немножко поработав в этой сфере, понял, что, ну, C++ меня что-то не прет. Вот, и хочется что-нибудь делать такое, которое вот уже графику какую-то умеет делать, что-то интересное. Я думал взять либо C Sharp или Java. Я долго изучал эти два языка, так и не понял, что лучше. Ну, потом про выбор языка будем говорить отдельная тема. Вот. И в итоге у меня там было в резюме написано, там, программист C Sharp и Java. И типа, ну, кто меня первый возьмет, там я, значит, и там я и буду писать, там я и буду развиваться. Вот, то есть в каком-то смысле я списал в себе ответственность за выбор направления. То есть тот, кто меня возьмет, на том языке я буду специализироваться. По факту оказалось, что и на тех, и на других собеседованиях я на самом деле, ну, очень сильно плаваю, потому что я просто прочитал книжки, и у меня нет практического опыта написания ни на одном, ни на другом языке. Там, придя на одно из собеседований, я просто посадил, ну, там чуть-чуть пообщались, посадили на компьютер, сказали, напиши на Java Toto. А я такой, блин, а я только вот, я по Java прочитал книжку, но толстую, я, в принципе, ее понял, но у меня рука еще не набита. Плюс там у Java и C Sharp немножко разные синтексы, немножко разные команды там. Естественно, за быстрое время я качественно не напишу продукт. Поэтому забудьте все вот это. То есть вот эта вот штука говорит о том, что исключительно, что у вас низкое самомнение. Вот, и вы пытаетесь это исправить. Не надо отражать это в резюме. Самомнение повышаете каким-то другими способами, возможности, можно делать аффирмации, там можно сходить к психологу, что угодно. Но просто возьмите, выберите что-то одно. Если не знаете, намочите палец, поднимите воздух, откуда подует, то и выберите, напишите. Программист питон. Вот, например, так. Да, потому что ваше ожидание такое, но в реальности работодатель видит, что вы человек-оркестр. Вы как человек-оркестр, который пришел в консерваторию, заявляя, что вы хорошо играете одинаково на всем. Окей, здесь определились. Выбираем один язык программирования. Вот теперь будем говорить про выбор языка программирования. Кто вот до конца не знает, что конкретно ему нравится, на чем он хочет писать. Один, два, три, четыре, пять. Ну нормально так людей. Окей, я просто пытаюсь понять, мне хорошо раскрывать тему или так, голопом по Европам пробежаться и окей, раскрыли. Языков программирования много. На самом деле, вот когда передо мной стал такой выбор, было очень сложно ориентироваться, потому что каждый хвалит свой язык. Там, не знаю, кто-нибудь нарисовывается такой, «Эрланг самый крутой!» Ты думаешь, блин, ну может быть, «Эрланг правда самый крутой?» Что там функциональное программирование, модная штука, надежный код. Ты начинаешь смотреть на какие-то характеристики. А что можно написать на этом языке? А что можно написать на этом языке? Она рубит. Оказывается, что там на большинстве языков, на современных, которые сейчас как бы котируются, можно на всех написать, в принципе, одно и то же. Тогда возникает какая-то каша, ты вообще не понимаешь, как ориентироваться. Что на одном можно написать там сайты десктопные, на другом можно написать сайты десктопные, бла-бла-бла-бла-бла. И все они одинаково хорошие. По факту оказалась примерно такая картинка. Здесь вот я лично как бы составлял эту диаграмму. Это распределение по вакансиям, по различным языкам. Вот если вы зайдете и забьете там Erlang или Haskell какой-нибудь, вы не найдете, скорее всего, ни одной вакансии. Ну, может быть, появилось три, но это очень странные люди. Там, как бы я, например, полгода назад их не было. Может быть, через полгода появилось три. Дело в том, что у разных языков есть как бы своя устаканившаяся ниша, в которой они топовые, в которой они специализируются. И работодатели стараются не выходить за пределы этой ниши. Ну, то есть там себя Java хорошо зарекомендовала в корпоративных приложениях. Вот 18% там вакансий на Java – это очень много на самом деле. Ну, как бы все. Работодатель будет набирать джавистов. Он знает, что это язык достаточно хороший. А самое главное – будет очень много специалистов, которые знают этот язык, и ему будет из чего выбирать. То есть работодатель, ну, он не сильно расстраивается, что ему приходит 60 откликов. Он расстроится, если ему не придет ни одного, что он такой любитель Haskell, и он будет искать свою любовь, с которой он будет работать там до конца жизни. Еще одного Haskell-программиста и не найдет. А может быть, найдет, но он будет некомпетентным. Или странным, или денег больше запросит. Итого. Работодатель всегда вот для выбора проекта, как бы на чем будет писаться та или иная штука, выбирает те ниши, в которых закрепился тот или иной язык. Сейчас мы, наверное, вот по всем нишам пробежимся. Соответственно, вот если язык попадает в топ-10, то его я советую брать. Если он не попадает в топ-10, то я советую особо там не распыляться и не особо смотреть. Тут единственное, нету C. Он, в принципе, тоже популярный. Просто у него такая немножко отдельная ниша. Именно C, он, как бы он такой высоковый ассемблер. Он занимается, ну, на нем пишут всякие очень низкоуровневые штуки, там типа драйверов, каких-то таких вещей. Вот я здесь говорил про другие штуки. Поэтому он популярный, но я его сюда не нарисовал. Остальные попали. Давайте про все разбираться. Итого, принцип поняли, да? Выбираем только то, что популярное. Вообще критериев несколько. Можно идти с точки зрения того, какие задачи вам интересно решать. Например, я хочу писать сайты, да? И тогда уже в рамках вот этого запроса я буду искать языки. Вот. Поэтому, наверное, неплохо было бы понять вот это. И про сложность освоения, то тоже на это стоит ориентироваться. Если вы начинаете свою карьеру, наверное, не надо брать что-то адски сложное. Давайте разбираться. Кто знает, что такое фронтенд и бэкэнд? Бочти все знают. Еще раз поговорю. Фронтенд — это… Ну вот сейчас мы начнем с разработки сайтов. Как бы вот про эту тему поговорим. Фронтенд — это визуальная часть, которую мы видим на сайте. Да, то есть реальность — то, с чем работает пользователь. Там всякие там менюшечки, формочки и так далее. Вот. Бэкэнд — это то, что никто не видит. Оно там где-то работает на серверах, но его может быть много. Вот хороший пример тот же Google. У него есть фронтенд сайт Google там, Google.ru. Есть поисковая строчка. Вы что-то набили. Он вам вернул результат. Ну это две очень простые странички, которые там, не знаю, два цвета всего используются. Белый, синий. Есть одна картинка. Ну и в общем-то все. Да, но за вот этим маленьким сайтиком кроется там сотни тысяч серверов, которые там регулярно обходят кучу разных сайтов, собирают информацию, хранят их в кучу разных там баз данных и так далее. Вот. Соответственно, ну как бы это разные вещи. Соответственно, фронт — это то, что мы видим. Тут всего три технологии, вариантов как бы нету. То есть есть HTML, CSS, которые отвечают за визуальное оформление. Они на самом деле очень простые. То есть именно если вы такой начинающий разработчик, если вы как себя начинающий веб-девелопер рассматриваете, то рекомендую вот начать именно с этой темы, потому что HTML и CSS вообще очень простые. То есть при желании можно там, если глубоко покопаться там за месяц, за два, в принципе, хорошо ориентироваться, там написать себе нормального портфолио, получить какие-то уже законченные результаты, с которыми не стыдно будет идти к работодателю и их показать. Вот. На JavaScript уже надо программировать, но тоже он как язык достаточно простой. Вот. В принципе, если вы развиваетесь как фронтейдер, то тут еще добавляются всякие фреймворки, там или React, или Angular, наверное, вы про тот-другой, может быть, что-то слышали. Но это имеет смысл уже делать после своения языка JavaScript. А PHP? Это не фронтенд. PHP у меня на следующем слайде. Это бэкэнд. Это как раз та штука, которую никто не видит. Давайте, наверное, поясню, кто что делает. Если HTML, CSS, это чисто визуальная часть, JavaScript — это некий такой интерактив, ну, некие интерактивные элементы, с которыми… А, давайте я, наверное, даже так вот такую приведу аналогию. Есть хорошая аналогия. Мы с вами заезжаем в новую пустую комнату. В ней ничего вообще нет. И там есть аскетичный стол, стул, табуретка. Все. Вот это HTML. Это верстка сайта. После этого вы запускаете туда какую-нибудь девочку. Она накупает шторок, там развешивает. Все становится красиво. Тут вот всякие там napkinsы, есть такое слово, я узнал недавно от жены. Там коврики. Все стало симпатично. Вот это CSS. После этого на сайт приятно смотреть. Но это еще не все, что нам нужно. Если мы добавим язык JavaScript, то это будут, там, не знаю, например, яблоко, которое можно прийти и просто съесть. Пришел пользователь на сайт, съел яблоко. Там можно покрутить какие-нибудь краники. Вода пока еще не течет, но можно там нажимать выключатели. В случае сайта это может быть какие-нибудь выпадающие менюшки там. Или вот что вы там нажали на кнопочку, у вас там какой-нибудь поп-ап выскочил, такой, тадам, там это JavaScript. Или есть какой-нибудь чатик, что вы его нажали, там тоже выпала какая-то менюшка или какой-нибудь баннер. Вот это вот все вот финтифлюшки, красота для пользователя, но которые уже надо программировать, это язык JavaScript. Соответственно, если мы хотим, чтобы на нашем сайте, там, ну в нашей квартире работала вода, свет, там, газ и так далее, нам нужен какой-то серверный язык, который будет нам поставлять вот этот ресурс. Там нам нужна ATS, которая будет нам телефон делать рабочим. У нас должна быть, соответственно, электростанция, которая нам электричество поставляет. Вот. Суть сайта, смотрите, тема какая. Например, где вот эти вот языки используются. Вы замечали, что очень много существует каких-то однотипных страниц. Например, интернет-магазин. Там стольник страниц, они, в принципе, все практически одинаковые. Ну, на них просто разные виды товаров. Может показаться, что это просто, ну вот, разные отдельно сверстанные страницы. на HTML и CSS, что сверстали одну, сверстали другую. Там реально вот где-то там в разметке ставили картинку, что-то написали. Одна страничка, другая страничка, третья страничка и так далее. На самом деле делается не так. По факту верстается вот одна страничка и потом подключается какой-то серверный язык, который работает на сервере. Он занимается тем, что он, например, смотрит, как бы, вот вы видели в адресной строке, там, бла-бла-бла-бла, каталог, слэш-6. Например, это же там, или категория слэш-6, шестая категория. Он смотрит, что там пользователи, пользователи интересуют шестая категория товаров или там седьмой товар. Вот этот серверный язык, он лезет в какое-нибудь хранилище, в базу данных, подтягивает оттуда эту информацию и автоматически генерирует страницу, которую мы как пользователь уже видим. То есть он там вставит картинку, вставит какой-то текст и так далее. Соответственно, с точки зрения серверных языков, ну, здесь есть несколько вариантов. Вот сейчас самый популярный PHP, там примерно половина вакансий — это PHP-шная. Язык достаточно простой. И если вы на нем будете что-то делать, вы будете писать только сайты. Но сейчас в целом популярность набирает еще очень сильно Python. И во всяких компаниях, типа Mail.ru и так далее, очень много проектов стартует на Python. И многие проекты и стартапы тоже пишутся на Python. Поэтому это такая мастхевная тема. И чем он еще… Я Python не знаю, но за что я его очень люблю, то что, во-первых, он очень простой. Это как бы один из самых простых языков. То есть вот JavaScript и Python, они примерно одинаковые. Все очень простые. И он универсальный. В каком плане? Вы можете на нем писать что угодно. То есть там сайты легко. Ну, то есть как бы фронтенд никто не отменял, но фронтенд может писать кто-то другой. Там всякие верстальщики это делают или фронтендеры. Вы хотите писать сайты? Отлично. Вы учите Python. Вы учите фреймворк Django для Python. И все. Вы пишите сайты. Вы хотите писать там какие-то серверные штуки? Вы все. Вы учите просто Python. Вы хотите тестировать? Вы учите Python и там библиотечку Selenium, которая будет заниматься тестированием. В целом еще такой язык, который очень емкий. В том плане, что вы там написали две команды, и у вас там ракета полетела в космос. Если на C++, например, я, кстати, ну да, он на слайдиках нет. Кто писал на C++? Вот в университете его все дают. Знаете, наверное, я вывел такую тему, почему его все дают. Потому что он сложный, и после этого вам уже ничего не страшно. Вот. Чуть-чуть отвлекусь именно раз. Хотя, ладно, давайте про сайты закончим, потом отдельно про C++ поговорим. Хорошая тема для рассмотрения. Вот. В общем, как бы в C++, там тема в том, что на нем достаточно дорого, больно писать, и он используется, когда требуется какая-то большая производительность. То есть, когда нужно вдавить тапку в пол и выжать там, выжать из вашей тачки все. То есть, там, программа Photoshop, да, нужно там работать с картинками, большие объемы данных, там, много вычислений. Здесь реально важна каждая секунда, каждая мини-секунда. Поэтому это будет C++. Или там где-нибудь Google, да, там есть какие-нибудь определенные места, которые требуют тоже, чтобы из тачки, из сервера выжили все до последнего. Это тоже будет C++. На нем будет писаться долго, дорого, больно. То есть, плюсовики там одну и ту же задачу будут решать в три раза дольше, чем там джависты или шарписты. Но там просто потому, что библиотек нужных нету, потому что там, не знаю, вы чуть-чуть пописали, у вас все упало, вы там, не знаю, забыли память почистить и так далее. Ну, всем знакомо, да? Вот. Соответственно, в том же Google очень часто делают так, что там практически весь, ну, много кода пишут на питоне. Сначала они его весь написали, потом смотрят, где узкое место, где нужно ускориться. Вот здесь вот. Окей, выкидываем питон, пишем на C++. Вот именно вот там один класс какой-нибудь. И все. В смысле они страивают? Ну, да, там C++ с питоном они могут вот так вот работать, то есть друг дружку дергать, они в этом плане хорошо интегрируются. Вот. Ну, опять же, по моему опыту после… Ну, ладно, раз про C++ пошла тема. C++ еще такая штука, что если вы специализируете C++, скорее всего, если вы решите, что все, я буду плюсами заниматься, во-первых, через год вы обнаружите, что вы сидите на Linux. потому что, ну, опять же, если это высокая догрузка, там всякие такие, много серваков требуется и так далее, там никто Windows не будет ставить, соответственно, это сразу Linux. Во-вторых, вы обнаружите, что вам надо почему-то прочитать кнута. Наверное, все видели такая. Вот это все кнут. То есть у меня там хватило, наверное, первые полтона прочитать, потом я сломался, мне надоело читать по перфокарту и так далее. Вот. Если вы там пойдете собеседоваться в тот же Янекс, вас тоже начнут там дрючить по алгоритмам, прям по полной, там, всякие семафоры, вот эти синхронизации, туда-сюда-сюда. То есть, опять же, если вы пишете на C++, это значит, что вы очень хорошо должны понимать, что происходит в компьютере, как сделать, чтобы все работало быстро, как быстро отсортировать массив. Типа QuickSort. Вот вы пришли там в Яндекс такой. QuickSort. Вот ты знаешь QuickSort? Не знаешь? Все, ввали отсюда. Ну, вот как-то так. Ну, у меня тоже с Яндексом не сложилось. Ну, не люблю я быстро сортировать массивы. А вот если вы пишете на каком-нибудь C-шарпе, то вам никогда не придет в голову самому сортировать массивы. Вы напишете array.sort скобочка. Все. Все. Боже. То есть после C++ я просто получал огромное удовольствие, разрабатывая что на C-шарпе, что на Java. Ну, да. Я, соответственно, вывел то, что даю C++ просто потому, что после этого ничего не страшного. Вы берете любой язык, и он нормально осваивается. Там все то же самое, только оно там где-то внутри происходит. То есть вот, что на C++ его там чух-чух-чух-чух-чух. А здесь точка, сорт, все. Как бы оно самоработает. Оно внутри тоже что-то происходит. То есть там очень много за собой прячет там язык. Это полезно понимать, что он там прячет, что на самом деле происходит внутри компьютера. Но вам, в принципе, париться не надо. Кстати, это очень круто, то, что вы знаете C++, потому что, опять же, среди вот той вот толпы, которую я нарисовал, очень много людей не очень в курсе, там, что на самом деле происходит внутри. Типа, что там выделяется где-то память и так далее. Вот эти все моменты. Ну вот, просто потому что человек написал точку сорт, и все, как бы он умеет этим пользоваться. Окей. С питоном мы разобрались. В общем, он простой, он универсальный. C-шарп, ну вот это моя личная любовь. В итоге как-то я на нем остановился. Тоже он классный именно тем, что он, во-первых, тоже универсальный. Я человек, который не знал, что я хочу делать, поэтому я выбирал именно те языки, на которых можно делать что угодно. На C-шарпе часто делают там десктопные какие-то приложения именно под Windows. Например, там, Интивирус Касперского. Там практически весь Касперский, он там на C-шарпе работает. Вот. Ну, какие-то еще… Много чего именно на C-шарпе делается в плане десктопа. Бывают всякие серверные штуки. Мы, например, разобратывали краулеры. То есть у нас был такой, ну, на то есть мы их работаем. Просто маленький специализированный Яндекс, который тоже обходил сайт и там собирал какую-то статистику. Все это было на C-шарпе. Вот. Мобильные приложения технически можно, но что-то как-то технология не очень получила популярности. То есть для себя вы сможете это сделать. Но с точки зрения вакансий именно на мобильной разработке по C-шарпу практически ничего не будет. Ну, вот сайты на C-шарпе довольно часто делать. Если вы учите этот язык, то примерно третьей вакансии шарпистских будет посвящено разработке сайтов. Там фреймворк SP-NET MVC. Ну, то есть со всеми вот этими штуками тема такая. Вы учите питон, учите фреймворк для работы с сайтами. С C-шарпами тоже вы выучили язык C-шарп, учите фреймворк SP-NET MVC. Вот. Еще я здесь выделил язык Ruby. Это язык, на котором технически можно делать много чего разного, но по факту на нем делают только сайты. Более того, рубисты — это какая-то такая немножко элитарная секта. То есть здесь, во-первых, там вакансий поменьше, но и самих рубистов еще меньше. Им платят чуть больше, чем остальным. Поэтому это такая вот некая, ну, некая элита. Более того, с рубями там было интересно, что они выпустили свой фреймворк Ruby on Rails, и он как-то сразу очень хорошо выстрелил. Они его очень круто сделали. То есть раньше был типа PHP, он такой вот царь и бог, ну, там все пишут на PHP, да, а потом появились рельсы Ruby on Rails, и они очень круто выстрелили, просто потому что он классный, он удобный. То есть много PHP-шников просто там сожгли в огне свои книги, там, корманы и так далее, начали учить Ruby, и типа все, Ruby must have, Ruby классный, Ruby клевый. Но со временем так получилось, что в PHP начали появляться похожие фреймворки, они просто оттуда переняли все самое лучшее, и они так немножко выровнялись. Вот. Ну, Ruby, он чуть-чуть посложнее, чем… Ну, он посложнее, чем PHP. Если вы знаете, то если… Ну, в общем, он посложнее. Там надо сразу писать с шаблоном MVCS, кто-то понимает, о чем я говорю. Поэтому будет немножко сложнее. И вакансий будет поменьше. Ну, не знаю. Вот сайт Geekbrains написано на Ruby. В принципе, тоже работа для рубистов есть. Пятый Node.js. А, кто? Ну, вот. Ну, есть разные. Есть прецеденты. Все нормально. Вот. Еще сейчас набирает популярность постепенно Node.js. В принципе, язык JavaScript, он, по-моему, вот на предыдущем слайдике, да, он… Опа, 24%. Самый популярный язык программирования. Вот. Он прикольный тем, что он простой. И сейчас там, вот, допустим, Node.js набирает популярность. Это фреймворк на JavaScript. По сути, вы выучили один язык JS, выучили фреймворк Node.js, и вы делаете сразу целый сайт. Вот. То есть на ноде, если раньше ноду использовали только для каких-то, ну, отдельных фрагментов сайта, например, там, чаты делали на ноде, просто нода, она как бы, она лучше поддерживает какие-то интерактивные штуки, то есть она быстрее работает. Там не надо, что ты делаешь запрос, PHP там пока раздуплится, пока ответит там и так далее. Нода как-то она там на сокете-то построена, по-моему, ну, в общем, она в этом плане интерактивнее работает. Вот. Сейчас на ноде вот новые проекты часто делают именно сайты все целиком на Node.js. Так что тоже хорошая тема. Окей, здесь разобрались, да? Давайте тогда дальше. Можно вопрос? Давай. Насколько популярна Qt фреймворк? Кто? Qt. Qt? Ну… Вы сказали про C-Sharp и то, что десктопное приложение. Но еще и на Qt пишут. Вообще на Qt пишут на C++, а на C++, ну, соответственно, на C++ Qt достаточно популярен. Ну, я тоже лично работал на Qt. Он классный тем, что там есть C++, на котором вы будете долго больно делать какие-то штуки. Есть Qt, где вы его установили, и вы такие жук-жук-жук, там типа сразу там натыкали кнопочек, получили какое-то десктопное приложение. Ну, то есть для плюсовых вакансий он достаточно популярен, если вы делаете какие-то, например, десктопные вещи. Так что, если знаете, то и вот окей, работу тоже, скорее всего, найдете. Выделяю отдельно мобильную разработку. Почему? Потому что это сейчас сфера деятельности, которая набирает прям популярность. В том плане, что если сайты там все уже себе более-менее разработали, да, ну, большинство компаний, то мобильное приложение еще мало у кого есть. Поэтому вот это сейчас тема, которая с точки зрения потребности рынка, она недонагружена с точки зрения кандидатов, которые умеют это делать. То есть если сайт, ну, умеет разрабатывать уже много людей, потому что эта сфера устаканилась, очень давно там накопилось много специалистов, которые в них хорошо разбираются, то есть там конкуренция в разработке сайтов больше, то вот здесь конкуренция с точки зрения потребности рынка, она меньше. То есть меньше людей хотят устроиться на эту вакансию, потому что они тупо не умеют. Потому что недавно появился вот этот тренд, и вот только сейчас новая молодая кровь, она типа хе-хе, я не знаю, что учить, а давайте я буду учить именно мобильную разработку, потому что таких специалистов нет. Вот. Сейчас в целом под мобильную разработку есть разные варианты. Вообще говоря, какие-то простые вещи. А, вы обратили внимание, что я ничего не говорил про CMS? Окей, тогда лирику отступаем. Здесь сейчас по сути две технологии под Android пишут на Java. То есть вы учите Java, вы учите, ну вот, как на Java писать под Android. Под iOS сейчас два языка, но вот как бы я рекомендую сразу брать Swift. Он более популярный. То есть если хотите под iOS писать, берите сразу Swift. Тогда мы быстренько. То есть разработка игр. Кто хочет игр разрабатывать? Все хотят разрабатывать. Ну смотрите, сейчас доминируют две технологии. C-Sharp, на мой взгляд, с Unity, он чуть будет попроще. И здесь чаще пишут всякие инди-игрушки. То есть вы пришли, сами написали целиком игрушку, оно вышло на рынок. Почему любят именно C-Sharp и Unity 3D? Потому что на нем один раз написал игрушку, и она сразу работает там под мобилками, там, не знаю, под Linux, под Windows, везде. То есть там много там мобильных игр, но здесь вот делается. На C++ и Unreal делается что-то такое вот такое, более большое, там какой-нибудь Warcraft. И тут надо опять же выжать тапку в по, получить крутятскую графику, сделать, чтобы все работало быстро, бодро и так далее. Соответственно, вот так вот. Если говорить про дестопную сервенную разработку, соответственно, здесь есть тема какая. Ну вот тут три языка на самом деле. Java, Python, C-Sharp. Про всех про них примерно говорил. Преимущество Java — то, что можно под Android что-то делать. Преимущество Python — простота. C-Sharp — ну, наверное, все они универсальные. Наверное, один из больших плюсов — это игры и то, что на нем делают сайты почаще, чем на Java. Ребят, по языкам есть какие-то еще вопросы? У кого возникли вопросы по языкам? Все, хорошо, подробно рассказали. Окей, тогда быстренько прибежимся. Про резюме. Мы выбрали язык. Мы теперь указываем технологию. С технологиями, в принципе, та же самая история. Не надо указывать весь коктейль того, что вы потрогали, потому что для работодателя будет, опять же, показатель на то, что вы ничего не знаете хорошо. Лучше укажите в плане технологий, ну, вот только то, что относится к данной сфере. Если вы программист PHP, то вы должны показать, что я хорошо знаю HTML, PHP, все. То, что вы знаете там Java, Visual Basic, это уже никому не интересно, в принципе. Вот. В рамках технологии, в рамках этой вакансии то же самое. Если вы попробуете вдруг все там 88 фреймворков, опять же, это значит, что вы их не знаете, выберите просто, ну, вот там один фреймворк. То есть вы там получили PHP, выбрали самый популярный сейчас TUI, все, успокоились, все нормально. Вот такое резюме выглядит гораздо лучше. Можно также указать вот, что просто вы знакомы с чем-то. Ну, вот если вы плохо это знаете, то, что если вы вдруг много чего попробовали, то я хорошо знаю вот это, я именно поэтому готов, чтобы меня спрашивали. Потому что если вы много чего укажете в вашем резюме, то работодатель на это все посмотрит, вытащит оттуда одно словечко и такой, а вот мы говорим теперь вот про это. И начинает задавать каверзные вопросы. Вы такие, ну, я как бы там, не знаю, ну, на MySQL я только среду вот разработки Workbench поставил и все. Как бы больше я там ничего не делал. Он говорит, ну, все, до свидос. Окей, значит, вы мне наврали про все. То есть все, что вы тут написали, как бы не важно, что вы там PHP учили полгода или Python учили полгода. Все это мне никому уже не интересно, потому что вы наврали про то, что вы считаете, что вы знаете там MySQL. Лучше напишите, я хорошо знаю это и знаком вот с этим. Про университет в целом рассказал то, что это будет плюсом вот на первичном отборе, когда вы говорите, когда вы проходите уже техническое собеседование, всем, скорее всего, уже пофиг на то, что там написано. Всем важно, что вы можете реально показать. Я не помню, здесь есть этот слайдик или нет. На самом деле основной момент, вот сейчас барабанная дробь, все проснулись. Чтобы устроиться именно программером, вам нужно сейчас заниматься тем, что нарабатывать портфолио. То есть если вы там учились на C++, то вы выбрали, что вы хотите. Например, делать там сайты, писать мобильные приложения. И все. Сидите, читайте книжки в этой системе и нарабатывайте портфолио. То есть вам реально нужно написать что-то, что соизмеримо там по сложности с тем, что будет разрабатываться именно у работодателя вашего. То есть у вас там должна быть в вашем резюме ссылочка там на GitHub, где-нибудь, где размещен какой-нибудь проект. Окей, вы хотите разрабатывать мобильные приложения. Вы сели, сами себе придумали какой-нибудь проект, какое-нибудь мобильное приложение, разработали его, пришли на собеседование. На самом деле вот таких ребят, ну вот когда я собеседовал, да, когда я собеседовал, было очень мало, которые пришли, сказали, я для себя делал вот такую клевую штуку. Вот мой код. Я такой, о, блин, классно. Вот тут уже есть о чем поговорить. То есть ты уже спрашиваешь его не какие-то там вопросы в принципе технические и так далее. Ты говоришь про его программу, которую он тебе принес. То есть вот это крупными блоками, это основное, что вы должны вынести, если хотите программерами, фигачьте портфолио по той теме, которой вы собираетесь работать. Вот. Круто будет портфолио выглядеть вот такое. Когда вы написали, что я разработал небольшой интернет-магазин на таких вот технологиях, использовал то-то, то-то, то-то. Вот моя ссылочка. Все. Манималистично, круто, здорово. Работодатель смотрит, подходите или нет. Очень важный момент. Если вы начинаете, соответственно, откликаться на вакансию, долбите 300 откликов делайте, 400 откликов, 500 откликов. Законом больших чисел вы добьетесь того, что вам нужно. Не пукайтесь, что где-то вам вы не подошли. Да просто я говорю, что там у работодателя может висеть вакансия, просто потому, что он уже взял кого-нибудь на испытательный срок и там тупо в вакансии осталось висеть. Это не значит, что вы ему лично не понравились. Просто откликайтесь, 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 ходите на собеседование, прокачивайте свой скилл общения и ничего не бойтесь. Еще очень маленький такой важный приемчик. Когда вы приходите на собеседование, вот такая вот подчеркнутая крупная фраза. Поймите, что вы уже классные специалисты. Вы там знаете C++. Вы учились в какой-нибудь, может быть, IT-университете или нет. Вы, может быть, уже написали какое-то небольшое портфолио. То есть вы такие, как вы есть, вы уже ценны и вы уже по определению найдете свою работу. Если сообщите об этом мирозданию, если начнете откликаться на вакансии, если в целом настроитесь на то, что у вас все будет хорошо, если вы представите, как бы вы хотели себя чувствовать на рабочем месте, как у вас все будет происходить, и вы найдете свою работу. Я сейчас говорю, отвечу на вопрос. Вы когда приходите, понимаете, что не вас на самом деле собеседуют, а вы собеседуете работодателю, например, подходит он вам или нет. Интересный ли проект лично для вас, потому что вы должны ценить свое время. Вы понимаете, что вы будете там год может работать, вы будете проводить там большую часть времени. Вам должно нравиться то, что вы будете делать. Не ищите, где больше денег, не ищите, что престижнее, что круче. Вам должно нравиться. Поэтому ваша основная задача — найти то, от чего вы будете получать удовольствие. Поэтому, приходя на собеседование, пообщайтесь с человеком, нравится он или нет. Нравился ваш руководитель. Я пришел в Озон, маленькая короткая история. Когда я искал работу, откликнулся Озон, думаю, о, круто, ну хоть какое-то известное имя. Прихожу, а там вот руководитель мой непосредственно, у него согласие. Я понимаю, что мне просто неприятно с ним общаться. Там какая-то очень холодная атмосфера, все неприкольно. Не надо, не идите на компромиссы. Вы просто найдете в конечном итоге то, что вам подходит. Поэтому, друзья мои, на этом я закончу. Продолжение следует...